Кришна, Кришна 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше 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 В каждом мире он, каждый народ он приходил под своим именем, под тем, под которым, и с тем посланием, которое люди могли внести. Даже Иисус говорил, многое могу сказать, да не вместите. Люди были очень деградированы. Заповедь Иисуса не убей. Что это означает? Это означает, что Он пришел в общество, где все были убитыми. Они убивали животных в храмах. Таким образом строили свой бизнес. Продавали нас в храмах. И Он их выгнал. За это его распяли. И вот эти четыре принципа. Отсутствие. Не употреблять интоксикации. Здесь никто вот тут стоит, никто не употребляет никакие интоксикации. Не курит, не пьет, никогда вообще. Не употреблять пищу. Мясо, рыбу и так далее. Продукты животных. То, что от нас убегает. Все хотят жить. И все дети Бога. Они все хотят жить. Не играть в азартные игры. Не заниматься незаконными половыми отношениями. Вот это принципы цивилизованного человека. Сейчас это почти недоступно никому. Вы никогда не увидите в очередь магазин с бриллиантами. Но в очередь магазин с пивом. Это всегда, пожалуйста. Сейчас, правда, его завались. Но раньше это был дефицит. За колбасой, за пивом были очереди. За бриллиантами никогда. Потому что бриллианты – это чистый образ жизни. И вот, когда люди, исповедующие чистый образ жизни, собираются вместе, начинают прославлять Бога, это мероприятие несет огромное благо всему миру. Не только городу Екатеринбургу, и тем, кто слышит, корректричный, а всем, 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 всем живым существам, находящимся в пространстве города. Поэтому это очень хорошо, что вы благоприятно приветствует наши скромные усилия для того, чтобы прославить Бога. Но вам за это идет большая награда. Вы получаете огромную награду. Вы получаете то, что невозможно в этом мире получить ни за каких денег. Никакие деньги мира, какие вы можете себе представить, не стоят того, чтобы услышать Харе Кришну. Потому что с этого момента, как только вы слышите имя Кришны от Его слуг, начинается ваш путь возвращения обратно домой к Богу. Что это значит? Это значит, что прервется цепь рождения и смертей. Это значит, что вы получите духовное тело когда-нибудь. Может быть, в этой жизни, может быть, в следующей, может быть, через несколько жизней. Мы рождались миллионы раз. Эволюция в человеческую форму прошла от самых низших до самых высших. Вот мы тоже были когда-то птицами. Миллионы лет назад, миллионы жизней назад. И теперь мы получили человеческое рождение в человеческой теле. И только в этом теле можно разорвать эту цепь рождения и смертей. Только в этом теле можно задавать вопросы в абсолютной истине. Кто я такой? Кто такой Бог? Какие мои отношения с ним? И только в этом теле можно понять, что все в этом мире принадлежит Богу. Все это руки его творения. Потому что этот кирпич что-то сделал, все, что мы видим, кто-то сделал. Всего есть создатель. В воде голубей разве нет создателя? Кошек, собак, планеты Земля, Солнца. И всего из чего сделано все это, разве нет создателя? Разумный человек об этом всегда подумает. Кто-то же должен был это создать. И когда мы покупаем какую-то вещь, технику какую-то, электронику дорогущую, мы же не берем ее методом тыка. Ну есть, конечно, такие деньги. Но в основном мы читаем инструкцию для того, чтобы не сломать, потому что деньги заплатили. Вот эта инструкция, это и есть священный писатель. Это инструкция для жизни человека. Правильной жизни человека. Но эту инструкцию практически никто не читает и живет методом тыка. И поэтому всю жизнь страдает, особенно в конце жизни. И для того, чтобы эти страдания прервать, нужно эту инструкцию начать читать. А для того, чтобы ее читать, нужно получить в сердце вкус. Понять, что мы являемся вечной живой душой, что нет смерти, что есть только смена тела. И люди, которые считают себя особенно разумными, здесь нет людей, которые не считают себя неразумными. Да? Все считают себя разумными. Все. Кто поднимите, считает себя неразумным. Руку поднимите. Никто не поднимет. Все считают себя разумными. Но где же разум в людей? Если люди каждый день видят смерть, каждый день. В интернете, по телевизору, везде. Но живут так, как будто будут жить вечно. У всех у нас есть были прабабушки, прадедушки. Дедушки, бабушки, они умерли. Почему мы-то живем, как будто будем жить вечно? Где же разум человеческий? Почему мы не думаем, что будет за это жизнь? И вот для того, чтобы эти вопросы возникли, нужно услышать то, что я сейчас говорю, от тех, кто прославляет Бога. Тогда, может быть, эти вопросы попадут в сердце, и мы начнете об этом думать. И это изменит вашу жизнь. Как изменила нашу жизнь, мы стали счастливыми, потому что мы знаем, что живем вечно. И наша жизнь, она не ограничивается. Только этой жизнью, даже этой вселенной, мы живем мыслями за пределами этой вселенной. Мы уйдем с этой земли и больше не вернемся. Мы уйдем в духовный мир. Рано или поздно, с этой жизнью или со следующей, ну, не больше трех. Но чтобы это понять, нужно читать введы, набрать в интернете Харе Кришну, и там вы все услышите. Хорошая жизнь, да? Максим, ты же. Харе Кришну, это молитва. Тоже просто было понять, молитва. Счастья во всем. Потому что это прямое прощение Бога. Саша, сделай вкруг. Вкруг. Саша, сделай в Крしょцей. Саша, сделай вкруг.